приветствую охотников за трофеями сегодня мы отправимся выполнять все необходимые условия для получения концовки возвращения дракона но сперва давайте быстро свяжем в памяти те условия которые мы уже выполнили во первых вам необходимо убить двух боссов это монахиня гулдина асина и это обезьяна-страж в опустившуюся долине а также не забудьте собрать предметы после их убийства это камень и цветок соответственно расправившись с боссами возвращаемся в замок асина встаем на сторону божественного наследника и убиваем великого стеноби филина теперь снова двигаемся в храм сэмпа и в водоеме собираем ключевой предмет мы сделали это в прошлой серии этот ключевой предмет необходимо будет отнести здесь же дитя вот это девчонки которая угощала нас рисом находится она около идола святилища разговариваем с ней снова и просим у нее еще раз рис а также отдаем ей саму книжку которую нашли на дне водоема теперь вам необходимо отдохнуть у идола чтобы обновить локацию и обновить диалоги с ней возвращаемся к ней и видим что она заболела если у вас девчонка не заболела поговорите с ней еще раз еще раз попросите у нее рис если она рис не дает улетайте из этой локации в другую локацию снова возвращайтесь и повторяйте все заново до тех пор пока она не заболеет чтобы ее вылечить надо огустить ее хурмой хруму мы также нашли в прошлой серии когда вы выполняли квеста кроме этого на хрума продается у торговца в храме сэмпо я уже напоминал об этом неоднократно а также насколько я помню в самом храме сэмпо ее можно и просто так найти она валяется где-то ну вроде бы если я не ошибаюсь итак когда вы накормите девчонку хурмой она снова угостит вас рисом но кроме обычной порции риса для вас она даст еще и специальную порцию риса для куру и как вы уже догадались эту порцию риса необходимо будет отнести самому куру возвращаемся в замок асина и разговариваем с пацаном отдаем ему рис прослушиваем все его диалоги он скажет что из этого риса можно приготовить ким эти вкусные ништяки чем он собственно и займется когда вы все его диалоги и проски пойти он больше ничего нового вам не сможет сказать снова собственно бегите на идол отдыхайте чтобы диалоги обновились и снова с ним разговаривайте теперь он сможет отдать вам сладкий рисовый шарик мне на самом деле он отдавал сладкий рисовый шарик аж два раза я слишком много с ним здесь разговаривал с этим шариком возвращаемся снова к дитя вот скипаем все ее диалоги там ну и слушаем если вам интересно еще раз не разговариваем до тех пор пока диалоги не закончатся все теперь снова обновляем локацию и после этого можем видеть что в этом храме в этом здании дитя вот больше нет она исчезла теперь мы отправимся ее искать отправиться вам необходимо будет на место сражения с четырьмя обезьянами опять же туда мы уже попадаем не впервые это один еще из вариантов как попасть в ту локацию прямо до этого светящегося луча дитя вот здесь искать не придется на сидит почти в самом начале и хорошо видно как во все предыдущие разы необходимо полностью прослушать все ее диалоги под конец диалога она скажет что вам необходимо найти главного жреца храма сэмпо для его поиска мы отправимся вновь на идол главный зал в храме сэмпо и оттуда снова пойдем в ту темную пещеру в которую мы увидели когда искали одну из веток скиллов там как раз таки мы находили стиль сэмпо напоминаю что просто выходим из этого здания и заходим в пещеру пещере блудиться долго не придется просто доходите до самого конца и утыкаетесь уже мертвого жреца у которого мы забираем необходимый нам предмет с этим предметом возвращаемся как вы уже могли догадаться снова к девчонке девчонка попросят принести ей два фрукта сушеный фрукт и свежий фрукт за сушеным фруктом отправляемся в опустившуюся долину на идол перед сражением с обезьяном с обезьяной стражем с этой бабулька разговаривать не обязательно но если дадите и рис она даст вам информацию как раз таки о том как этот засушенный фрукт и получить теперь нам необходимо будет спускаться в самый низ локации в прошлый раз мы сюда не шли я сказал специально что сюда мы вернемся попозже и вот этот момент настал если наш колоханулся упал вниз зато здесь валяется какой-то предмет ресурсы до ресурсы всегда пригодятся чтобы потом их меньше фармить в конце здесь ничего сложного пока что просто двигаемся по локации здесь наверняка еще будут лежать какие-то ништяки я уже все пособирал там это впереди слева что-то валялось точно помню но нам нужно направо здесь пробегаем мимо еще до нпс который продает всякие интересные штучки он опять же не нужен и идем в пещеру как я уже сказал здесь в пещере тоже собственно все уже зачистил и пособирал поэтому я просто бегу по направлению к концу пещеры туда куда нужно видим еще одного змея или не еще одного того же самого но сколько я понял змеев в игре как минимум два может быть они все три разные добегаем до его головы до это самого места и аккуратненько спускаемся слева он вас не увидит здесь вам необходимо будет на обезьяне кто сидит на этом ступе применить ниндзюцу кукловод мы это уже делали проблем в этом нет просто выставляем ниндзюцу и нажимаем после бэкстеба на ударе еще раз теперь обезьянка отлечет змею а мы сможем спокойно пройти окей ну а теперь в этом здании собираем сам фрукт кстати отсюда можно быстро попасть в глубины асина к ядовитому пруду окей хорошо теперь отправляемся в храм сэмпо сушеный фрукт мы нашли теперь необходимо найти и свежий фрукт от самого первого идола спускаемся вниз туда где стоит чувачок рядом с механизмом который управляет воздушным змеем как вы уже могли догадаться здесь снова применяемая ниндзюцу кукловод на этом парне нам необходимо чтобы он управлял змеем и поднял его наверх что он сейчас и выполняет далее нам необходимо двигаться по локации до того места где мы встречали еще одну старуху можно собственно пройти через это же самое здание либо вернуться с другого идола наша цель это большое дерево справа необходимо забраться на его вершину теперь когда воздушный змей высоко мы сможем за него зацепиться и перелететь на следующую секретную часть локации я здесь впервые поэтому так немножечко не уверенно шагал главное здесь и зацепиться за все ветки и не упасть здесь кстати будет еще один идол который предложит локации храм сэмпо это последний идол в этой локации и от него двигаемся дальше отсюда можем наблюдать еще одну змею прыгаем прямо на ей на голову бьем ну и собственно таким образом мы ее и убиваем за убийство этого змея кстати мы тоже получаем ачивку ну и конечно же свежий фрукт с обоими фруктами возвращаемся к девчонке и отдаем их ей снова бежим на идола отдыхаем потому что она не хочет есть в наше присутствие видим что теперь двери закрыта и слушаем что там происходит девчонки явно не хорошо стало после съеденного но ничего страшного немножко активированного угля и все пройдет как вы поняли снова отдыхаем на идоле разговор с ней вновь становится доступным и она награждает нас не собственно предметом который нам будет необходим для получения концовки возвращения дракона считайте что все условия выполнили саму концовку вместе с остальными двумя мы будем получать уже в предпоследней серии после убийства финального босса мастер меча и син асина но на этом я с вами прощаюсь большое спасибо за просмотр и до встречи спасибо за просмотр и следу Редактор субтитров А.Семкин